Меня зовут Брэд Шейфер. Я понимаю, почему мои пациенты иногда не уверены в себе. Они должны доверять своему врачу, особенно падиатру. Удивительно, у него одна нога здоровая, а вторая поражена. Многие считают, что ступни выглядят мерзко, но не для меня. Я люблю ступни. Дэвид, здравствуйте. Здравствуйте. Врач готов вас принять. Проходите. Хорошо, как поживаете. Хорошо. Спасибо. А вы? Я тоже. После приема все будет еще лучше. Конечно. Я Дэвид Томпсон, живу в Нью-Джерси. Это мой брат Джон. Я пришел лечить ступни. Спасибо. Пожалуйста. У меня не ступни, а катастрофа. Я стесняюсь их показывать. Давайте подвинем. Надеюсь, врач мне поможет. Здравствуйте. Я доктор Шейфер. Как вы живете, Дэвид? Хорошо, Джон, доктор Шейфер. Дэвид, ноги сейчас болят? Левая болит намного сильнее правой. От того, что ногти давят на пальцы? Ну да, ногти давят, и там еще по мелочи много всего. Не знаю, как вы, врачи, это называете, но пальцы очень болят. Очень сильно. Терпеть невозможно. Дэвид, вы сказали, что давно не лечили ступни и не ходили к врачу. Сколько вы уже не занимались ногтями? Очень давно. И теперь расплачиваюсь. Сам виноват. Не заботился о ногах, и... Вот результат. Не буду придумывать отговорки. Ноги-то мои. Чтобы там в жизни не происходило. Я должен был ими заниматься, посвящать им время. Я помогу вам избавиться от боли. Надеюсь, вы не плотно позавтракали, зрелище, то и еще. Меня так просто не напугаешь. Я помогу вам. Ну, тогда начнем. Так. Я снимал носки Дэвида, а с его ступней сыпались хлопья кожи. Извините, давайте левую тоже посмотрим. Так. Почти снял. Да дергайте уже! Ух ты! Я видел плохие случаи, но это самый серьезный грибок ногтей в моей практике. Ногти были настолько длинными, что загибались на каждом пальце и давили друг на друга. Кожа опадала хлопьями. Ее можно было снимать. Нога напоминала круассан. Круассан? Доктор, у нас с братом гемофилия. Гемофилия грозит внутренним кровотечением, и мы его не увидим. Оказалось, у Дэвида гемофилия. В случае пореза пальца кровь должна свернуться. В случае с Дэвидом порез будет кровоточить постоянно, кровь не остановится. У нас не хватает особого белка в организме из-за болезни. Кровь просто не сворачивается. Джон рассказал, что в детстве Дэвид несколько раз страдал от кровоизлияния в мозг, и это повлияло на его когнитивные способности. Сколько вы не лечили ноги? Давно. Вот и расплачиваюсь. Я уже давно болен. Я вижу, что давно. После смерти мамы я был подавлен. Сейчас мы хотя бы можем вспоминать о ней хорошие... Да. Она была замечательным человеком. Конечно. Дэвид был близок с матерью и обожал ее. Ее смерть пять лет назад стала ударом для Дэвида. Он перестал о себе заботиться. Если пренебрегать такими ступнями, в них попадет инфекция, и последствия будут плохими. Ваши мозоли впиваются в кожу. Да, я знаю. Чувство, будто по минам хожу. Сейчас я постараюсь осторожно срезать ногти, хорошо? Если я вдруг подпрыгну до потолка, значит, было больно. Хорошо. Ясно. Так. У Дэвида гемофилия, и мне нужно быть максимально осторожным, когда я буду стричь ему ногти. Их нужно обязательно срезать и подпилить, чтобы ступни стали выглядеть нормально. Было больно. Кровь пошла. Простите. Во время процедуры я все же его порезал. Господи. Я стриг ногти, и кожа между пальцами надорвалась, потому что они несколько лет были плотно прижаты друг к другу. К сожалению, началось кровотечение. Для больного с гемофилией это очень опасно. Мне жутко больно. Так, давайте посмотрим. Ну вот, вроде бы остановилось. К счастью, кровотечение все же остановилось. Я обрадовался. Больно. Только вы не останавливаетесь, режьте до конца. Хорошо. Я постараюсь. Стоп, стоп, стоп. Нужен перерыв. Вот это я срезал с вашего большого пальца. Как вы с таким вообще ходили? Я приспособился. На ступне также есть мозоли, которые впиваются в кожу. Обычно мозоли поверхностные, но в случае Дэвида они затвердели и причиняют боль. Мне придется удалять их с помощью скальпеля. Больно, больно. Я почти закончил. Она легко снимается. Вот. Эта штучка была у вас на ступне. Да. За всю свою практику никогда не видел мозоли больше, чем у Дэвида. Теперь нужно отшлифовать, будет немного пыльно. Хорошо. Готовы, Дэвида? Дрель напоминает шлифовальный станок. С его помощью я подровняю ногти, и они не будут впиваться в ботинки. Потерпите, обработка очень важна. И еще немного, Дэвид. Стараюсь. Все идет хорошо. Там где-то есть нога. Да, точно. Ее уже видно. Видим ее? Ну вот, самое сложное позади. Теперь сделаем ванночку для ног и удалим огрубевшую кожу. Хорошо. После обработки и шлифовки ногтей я решил сделать Дэвиду ванночку для ног. Это важный шаг в лечении. Боже, впервые за долгое время могу сидеть без обуви. Это хорошо. Цель Дэвида – влезть в ботинки. Момент истины. Он уже много лет не может носить другую обувь. Это влезло. Попробуем другую. Получилось. Аккуратно. Миссия выполнена. Молодец. Отлично. Спасибо. Ну и как ощущения? Нужно привыкнуть, но я счастлив. Я боялся идти к врачу, потому что меня пугали все эти процедуры. Но теперь я их пережил, и мне стало лучше. Я доволен. Для меня лучшая награда, что Дэвид сам вышел из моего кабинета. Я будто заново родился. До встречи. До свидания. Спасибо, док. Субтитры создавал DimaTorzok